В 1982 году на майском пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза была принята продовольственная программа СССР, разработанная в соответствии с решениями 26-го съезда партии. Для ее осуществления предусмотрена комплексная система мероприятий в общегосударственном масштабе. Цель продовольственной программы обеспечить устойчивое снабжение советских людей продовольствием. Поэтому в ее реализацию должны внести максимальный вклад каждая республика, край, область, район, «Каждая отрасль народного хозяйства, вся наша страна, от берегов Балтики до Тихого океана, от суровой Арктики до знойной Средней Азии». Решающая роль в выполнении продовольственной программы играет агропромышленный комплекс, или АПК. Он объединяет сельскохозяйственное производство, отрасли промышленности, а также хранение, заготовки, транспорт. АПК состоит из нескольких звеньев. Рассмотрим главные. Основное звено – сельскохозяйственное производство. В этом звене трудится почти половина всех работников АПК. Оно дает половину всей продукции. Здесь центральная задача – увеличение производства зерна. При этом необходимо учитывать природные условия, особенности климата, рельефа, почвы. Поэтому в каждом районе выращивают наиболее урожайные для данной местности зерновые культуры. Сбор пшеницы увеличится на Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье, Казахстане, в степных районах Урала, Сибири, Дальнего Востока. А зимы ржи в Поволжье, в Белоруссии и нечерноземной зоне РСФСР. Кукурузы наряду с Украиной и Молдавией в республиках Средней Азии и Закавказья. К 1990 году половину зерна будет давать Российская Федерация. 21% Украина, 12% Казахстан. Производство зерна возрастет не за счет расширения посевных площадей, а в результате повышения урожайности. Поэтому так важна научная и селекционная работа по улучшению семеноводства, выведению новых сортов, культуры. Дальнейшие успехи земледелия сегодня во многом зависят от развития сельскохозяйственной науки. Научное обоснование получило размещение зон производства картофеля и овощей. Это Белоруссия, ряд областей Нечерноземья и республики Прибалтики. Серьезное внимание уделяется техническим культурам. В южных районах это сахарная свекла, подсолнечник, хлопчатник. На севере лен, конопля. Возобновляется выращивание таких культур, как сорга, рапс. Правильная система земледелия это многопольные севообороты, чтобы почвы не истощались. Борьба с эрозией. Применение современных способов обработки земли, таких как безотвальная вспашка. Борьба с эрозией. Земля, она всегда требует заботы. Нужно своевременно внести удобрения. Осушить, если влага в избытке. Напоить, если она жаждет. И земля отплатит старицей. Для этого есть современная мощная техника. В комплекс мероприятий и продовольственной программы входит повсеместное развитие овощеводства в защищенном грунте. Оно ведется в двух направлениях. Сооружаются теплицы вокруг городов и строятся комбинаты на юге страны. Гигантские теплицы, целые поля под стеклом. Круглый год снабжают свежими овощами и фруктами районы средней полосы Сибири и Севера. В реализации продовольственной программы нужна и ваша помощь, ребята. На пришкольных участках, на колхозных полях и фермах осваиваете современные сельскохозяйственные профессии. Нелегкий, но благодарный труд земледельца. Может быть профессия хлебороба, животновода станет для вас делом всей жизни. В это же звено АПК входит и животноводство. Его ускоренное развитие также ведется с учетом природно-климатических условий каждого района и национальных традиций каждой республики. Мясное скотоводство будет и дальше развиваться в степях Казахстана, предгорных и горных районах Средней Азии и Закавказья, в ряде областей и краев РСФСР. Природные условия степной и лесостепной полосы дают возможность для развития овцеводства. Свиноводство наиболее характерно для европейской части СССР. Завершается перевод всех видов животноводства на промышленную основу. Производство говядины расширяется в тех районах, где имеются природные условия для развития мощной кормовой базы. Все это и есть обусловленной продовольственной программой перевод сельского хозяйства на интенсивный путь развития. Увеличивается и производство молока. Новые, высокопродуктивные породы крупного рогатого скота дают рекордные удои. Продовольственная программа предусматривает дальнейшее развитие свиноводства. Особенно в окрестностях крупных городов на базе пищевых отходов. Ведется селекционно-племенная работа. В зоотехнике внедряют новые передовые методы выращивания и содержания свиней. Овцеводство будет развиваться за счет освоения новых районов, а также благодаря выведению ценных пород. Такие овцы дают прекрасную шерсть, приносят большой приплод по два-три ягненка. Улучшаются пастбища, благоустраиваются овцеводческие фермы и откормочные площадки. Поголовье птиц мясных пород значительно увеличивается во всех зонах страны. На птицефабрики и фермы пришла механизация. И все же главное решающие условия подъема животноводства. Это создание прочной кормовой базы. Это значит повышать урожайность кормовых культур. Своевременно убирать их. Лучше сохранять и более рационально использовать. Встроятся межколхозные комбикормовые заводы. Такие как Тимошевский на Украине. С оборудованием для брикетирования и гранулирования кормов. И здесь нужны высококвалифицированные рабочие, техники, инженеры. На таких заводах расширяется выпуск ценных кормов. Искусственного молока с повышенной питательностью для молодняка. Концентрированных и комбинированных кормов. Белково-витаминных добавок. Следующее звено. Отрасли обеспечивающие АПК средствами производства. Техникой, оборудованием, минеральными удобрениями. Выполнение продовольственной программы невозможно без современной техники. Это один из основных факторов интенсификации сельского хозяйства. Усовершенствованные тракторы и комбайны, унифицированные агрегаты регулярно поставляют колхозам и совхозам заводы со всех концов страны. Из Сибири, Белоруссии, Казахстана. Инженеры и конструкторы заняты созданием новых машин, в которых предусмотрено все, чтобы облегчить труд хлебороба. Музыка Музыка На полях и в ремонтных мастерских вы, ребята, сможете овладеть этой техникой, внести свой вклад в выполнение продовольственной программы. Музыка Большое значение имеет производство минеральных удобрений и средств химической защиты растений. Музыка 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 Перерабатывающие предприятия приближаются к местам производства и это приносит большую прибыль. Так в одном из рыболовецких колхозов Эстонии построили рыбоперерабатывающий завод прямо у причалов. Это дает возможность практически без потерь использовать уловку. Музыка Рыбозавод расширяет ассортимент мороженой и охлажденной рыбы, филе, рыбных консервов, выпускает белковую икру. Музыка Музыка Механизировано и такое сложное производство как переработка мясной и молочной продукции. Музыка Машины разделывают, упаковывают, фасуют, консервируют, готовят полуфабрикаты. Музыка Музыка По всей стране расширяется сеть универсальных и специализированных магазинов. Музыка Все большее значение приобретает система общественного питания. Музыка И в каждой республике своя национальная кухня. Музыка Звенья АПК должны работать в тесном взаимодействии друг с другом. Музыка Музыка Продовольственная программа предусматривает и социальные преобразования. Музыка Буквально на глазах меняется жизнь села. Музыка 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 Музыка